Курс программирования у вас будет состоять из двух семестров. Первый называется «Введение программирования», второй будет называться «Парадигмы программирования». Что у нас будет в рамках курса? По курсу, во-первых, будут лекции. Вы присутствуете на одной из них. Обычно на лекциях я буду писать какие-то программы и заодно рассказывать материал, который вам понадобится для выполнения домашних заданий. Соответственно, каждую неделю у вас будет домашнее задание, которое вы будете сдавать на практиках. В конце курса у вас будет дифференцированный зачет. То есть мы сначала сконвертируем ваши результаты по сдаче домашних заданий в баллы. Потом вы сможете на дифференцированном зачете добрать дополнительные баллы. Как будет происходить практика? Значит, после лекции вам задается домашнее задание. При этом важно, что на практике вы сдаете неровно его. На практике вам в начале пары сообщается модификация. Подразумевается, что если вы правильно выполнили домашнее задание, то сделать модификацию кода, чтобы он соответствовал новым условиям, не должно предоставлять какого-то труда и занимать много времени. К сожалению, если вы не слишком хорошо сделали домашнее задание, то времени вам может понадобиться гораздо больше, вплоть до того, что придется все переписывать с нуля. Очень жаль. Но в любом случае на практике всегда сдается соответствующая модифицированная версия. У заданий бывают, у некоторых домашних заданий выделены сложности. Простая и сложная. Соответственно, простая предназначена для групп с 31 по 35. Сложная для присутствующих здесь групп с 36 по 39. Соответственно, здесь присутствующие могут все пункты, которые помечены, что это простая версия, просто игнорировать. Она относится не к вам. Но для каждого домашнего задания у вас будет 3 шанса его сдать очно. Соответственно, это следующая неделя после того, как домашнее задание задано. Неделя через одну и неделя через две. К сожалению, если за 3 недели вы не смогли сдать домашнее задание, то больше вы его сдавать не будете иметь возможности. То есть не нужно с этим затягивать. С другой стороны, совершенно не обязательно, что вы сможете сдать домашнее задание с первого раза. Это совершенно нормально. Чем позже вы сделаете первую попытку сдать текущую модификацию домашнего задания, к сожалению, за это вам будет начисляться задержка. То есть подразумевается, что модификация простая. Вы ее можете сдать вот ту же неделю, как она была вам сообщена. Если, к сожалению, нет, вам пришлось доделать ее неделю и сдавать только на следующей, то вы получаете, соответственно, задержку на одну неделю. Если вы приносите только еще через неделю, то у вас будет задержка две недели. Тем не менее, если вы показали код, который решает, соответственно, текущую модификацию, пусть и не идеальный, то в таком случае ваша задержка фиксируется и дальше она расти не будет. Соответственно, если код не идеален, то вы получаете минусы, и минусы суммируются. То есть если вы при первой сдаче получили два минуса, а на второй сдаче получили один минус из третьей попытки сдали, то у вас задержка ноль, потому что вы первый раз успешно показали в ту самую неделю, на которую было задано домашнее задание. С другой стороны, у вас три минуса. Также есть традиционные бонусы. Традиционный бонус первому сдавшему домашнее задание в соответствующей неделе преподавателю, каждому преподавателю. Их у нас на практике будет помногу. И также нашедшим ошибки в тестах, слайдах и так далее. Также традиционно назначаются бонусы. Есть ли вопросы по организации? Да, я знаю, что здесь указано 32. Еще вопросы? Окей. Всем все понятно, это хорошо. Тогда, собственно, перейдем к курсу. Мы на курсе будем заниматься в первую очередь языком Java. Собственно говоря, почему выбрано именно Java? Во-первых, потому что это один из самых популярных языков. Долгое время он был самым популярным. Так, у меня не обновилось. Окей, у меня не обновилось на 2021 год. Картиночка. Жаль. Он остается одним из самых популярных языков. При этом он, с одной стороны, достаточно просто для того, чтобы мы могли описать его целиком на наших занятиях. Например, целиком на занятиях обсудить C++ занимает... Ну, просто невозможно, во-первых, стандарт слишком велик. С другой стороны, очень легко прострелить себе ногу, случайно сделав какую-то ошибку, в результате чего ваша программа работает совершенно не так, как вы ожидали. С Java все гораздо проще. Это относительно простой язык. У него тоже есть, разумеется, темные уголки, в которых можно напороться на случайный скелет, оставшийся с давних времен. Но в основном все довольно хорошо. Во-вторых, Java очень широкий спектр применения. Начиная с серверных приложений. Чуть менее популярные, без кнопных приложений на Java, но тоже пишут. Зато для мобилок, ну, как мы знаем, Android, собственно говоря, это некоторая реализация виртуальной машины. Java, вот, и на Java, и теперь как популярно на Kotlin, и под нее все, разумеется, активно пишут. Менее известное, что на самом деле большинство смарт-карт, например, почти наверняка все сим-карты в ваших телефонах умеют нативно исполнять Java в соответствии со спецификацией JavaCard. Понятно, что вы не можете рассчитывать на то, что вы там, ох, я сейчас выделю, там, не знаю, парочку гигабайт памяти и так далее, все у меня будет параллельно работать, но нет. Там есть урезанное, но так и Java, и для нее при желании можно писать приложение. Вот, также первая часть курса будет в основном предназначена для того, чтобы рассказать достаточную часть языка, чтобы вы могли делать домашние задания под другим дисциплинам. Вот, вы будете писать код и по алгоритмам и структурам данным, и по дискретной математике и так далее, и тому подобное. Вот, чтобы не было вопросов, ой, а я не знаю ни одного достаточно эффективного языка, на котором это можно сделать, мы довольно быстро обсудим все те части, которые вам могут понадобиться при выполнении домашних заданий. Да, и для, так скажем, жаждущих C++ он, разумеется, будет для желающих даже два семестра, вот, соответственно, во втором и третьем семестре. Хорошо, так, теперь, собственно говоря, мы обсудили, почему мы будем заниматься Java, давайте обсудим, как она устроена внутри. В целом, Java это не что-то такое цельное, хотя на нее ссылаются часто именно в таком виде. На самом деле, она состоит из нескольких вещей. Во-первых, есть так называемая виртуальная машина Java, которая умеет исполнять скомпилированный Java код, который традиционно называется bytecode. Далее, есть широкая стандартная библиотека, в которой есть много-много разнообразных классов и библиотек, позволяющих писать много разных вещей. Есть, разумеется, расширение стандартной библиотеки под те или иные предметные области и так далее. И третья часть это компилятор Java как таковой. Он соответствует документу, называющий Java Language Specification. Да, примечания. Все слайды доступны на сайте курса, там же будут доступны примеры кода, которые мы пишем. На самом деле, не ровно они, но какие-то очень похожие коды и так далее. То есть, особого смысла аккуратно это все записывать нет. Также традиционно в конце каждой лекции есть полезные ссылки. А сайт где какой-то? Сайт есть в первом закрепленном сообщении в чатике курса к георгии.info. Также он был на первом слайде, но, видимо, уже поздно туда возвращаться. Так вот, важно понимать, что в целом мы можем заменить любую из этих частей. То есть, мы можем писать код не на Java, допустим, на Scala или Kotlin. Он будет компилироваться в стандартный джавовский байт-код и выполняться со использованием стандартной библиотеки. Совершенно нормальное дело. Мы можем писать код на Java, который будет компилироваться под виртуальную машину Delvick, которая используется в Android, которая несовместима с виртуальной машиной Java. И использующую очень похожую стандартную библиотеку. Тоже будет работать. У нас может быть минимальная стандартная библиотека. Опять же, для каких-то мобильных приложений, либо для тех самых приложений с сим-карт, у которых нет почти ничего. Зато к ней можно добавлять разные другие расширения, и это тоже будет работать. То есть, в целом эти три части относительно друг от друга независимы. Но в ближайшее время мы сконцентрируемся именно на стеке целиком. Нас будут интересовать и язык, и соответствующий компилятор, и стандартная библиотека, потому что без библиотеки в современных языках делать более-менее нечего. В целом, у Java платформы есть так называемые редакции, предназначенные для разных сценариев использования. Мы будем использовать стандарт edition, предназначенные для обычных приложений без особого уклона в серверные приложения. Есть Enterprise Edition, которая предназначена именно для серверных приложений с сильным упором, соответственно, на параллелизм, защиту транзакций и так далее и тому подобное. В целом, уже потенциально мертв, на самом деле. Скорее, Micro Edition, который использовался для мобильных приложений. Android все-таки сейчас на этом рынке прямо, скажем, занимает почти всю нишу. Вот. Также есть Java Card, который говорит, как Java работает на тех самых SIM и прочих картах. Вот. Про версии Java. В целом, официально первая версия появилась в январе 96-го года. Соответственно, в этом году у нас вроде как 25 лет. 20 или 30. Нет, все-таки 25. Окей. Вот. Первая версия была уже довольно успешной. Тем не менее, она быстро была знаменена версией 1.2. В ней существенно расширили стандартную библиотеку, в том числе добавили в NeoCollections Framework. Следующее очень большое расширение было в 2004 году, в пятой версии. Нам добавили параметры типов, которые в Java реализованы через дженерики. Об этом мы, разумеется, поговорим в рамках курса. Вот. В восьмой Java нам добавили Lambda-функции, потоки и всю остальную машинерию, которая на ней завязана. Вот. Дальше начали потихоньку расширять, расширять. И текущей стабильной версией является Java 11, которую выпустили в сентябре 2018 года. Она Long LTS, Long Term Support. Соответственно, она будет поддерживаться еще несколько лет. О, нет, подождите. У меня 100% неправильная версия презентации. Сейчас я это исправлю. Я забыл перебилдить презентацию. Ты говоришь, 16-е? Нет, 17-е еще нет. Я 16-е. Ну, я точно знаю, что я это исправлю. Что? В лотеке презентацию делать? Нет. Отдельный движок для этого дела. Давайте. Отдельный движок для этого дела. Да? Нет. 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 Н. Нет. Нет. Так, к сожалению, за трансляцией всё немного тормозит. Так, ладно, видимо, правильно было бы сказать, что, к сожалению, за трансляцией всё сильно тормозит. Тоже нехорошо. Да, я понимаю, что смотреть на статичный слайд, наверное, тоже не слишком хорошо, нарвать её тоже идея так себе, ладно. Давайте достанем отсюда тогда. Отличненько. Отличненько. Нет, не отличненько. А вот теперь отличненько. Нет. А, это... Подождите. Всё. Да. Окей. Значит, текущей стабильной версией является Java 11, которая была выпущена, соответственно, 3 года назад примерно. Вот текущей актуальной версией является Java 16, выпущенная полгода назад. В целом, если внимательно посчитать, то Java теперь перешла на полгодовые релизы. И периодически выпускаются именно долгоживущие версии. При этом в мелких релизах выпускаются всякие разные, относительно небольшие твичи. Вот. При этом текущая версия, если она не является поддерживаемой, то поддержка у неё обычно чуть больше, чем полгода. То есть чуть больше, чем до выхода следующей стабильной версии. И следующая стабильная версия у нас выйдет буквально по плану на следующей неделе. И это будет Java 17. В ней по сравнению даже с 11 Java было внесено множество, но довольно мелких на данный момент изменений. Понятно, в соответствующих сейчас курсах я буду об этом что-то рассказывать. На практике вам будет гарантироваться, что все тесты работают на 11 Java. Вы можете писать свой код на любой версии Java с 11 по 18. Ну, видимо, на той, которая будет у вас, соответственно, на компьютере. Ок. Далее. У Java Standard Edition традиционного есть два варианта скачивания. Это Java Development Kit, то есть набор инструментов для разработчика. И есть Java Runtime Environment, которая включает в себя виртуальную машину Java и инструменты для запуска уже существующих программ. И, соответственно, что из этого вам требуется? Да. Вам, разумеется, нужен GDK. Вот. Также нужно... Вот я уже сказал, что различных GVM у нас бывают разные. И это совершенно нормально. Вот. Самым широко используемым на данный момент является HotSpot и OpenGDK. Когда-то это были довольно разные вещи. Сейчас-то почти одно и то же HotSpot, так скажем, просто Oracle-овская версия OpenGDK. Также есть совершенно независимые от них разработки. Например, в платформе Eclipse ESV Eclipse OpenG9. Вот. Есть сильно заточенная на многопоточность AzulZu. Есть, например, в Новосибирске делают Excelsior Jet. Ребята занимаются при компиляции Java-овских программ. То есть, там уже исполняется, ну вот, запускается непосредственно не байт, а нативный код. То есть, куча различных реализаций. Если хочется, это к вопросу о том, что вся Java-овская инфраструктура является весьма и весьма модульной. Давайте обсудим основные концепции, которые у нас стоят. Во-первых, у нас есть байт-код. Это бинарный код, который исполняется виртуальной машиной. У него есть своя собственная спецификация, и он является полностью переносимым. В том смысле, что на любой платформе реализация Java-машины умеет исполнять один и тот же байт-код. Вам не требуются разные, соответственно, бинарники для разных платформ. То есть, Java-машина целиком изолирует особенности набора инструкций, набора регистров, операции ввода-вывода и так далее у платформы. Так что, один раз написанный хорошо, более точно написанный код, будет работать где угодно. То есть, такой девиз, write once, run anywhere. То есть, один раз написанное работает везде. Этот подход является краеугольным в Java. То есть, до сих пор можно взять программу, написанную 25 лет назад на той самой Java версии 1.0, взять JDK 17, запустить, и оно будет работать. Без перекомпиляции, без всего. Отличнейшим образом, ровно так же, как оно работало и до этого. Только, весьма вероятно, гораздо-гораздо быстрее, потому что в современных JDK с тех пор сделали множество различных оптимизаций, которые все ускоряют. Ну, и не говоря уж о том, что скорость компьютеров с тех пор существенно так и увеличилась. Вот. То есть, с точки зрения программиста у нас есть преимущество, что нам не требуется делать разные версии под разные среды исполнения. Вот. Любители Linux'а знают, что традиционно у нас есть там, дистрибутивы под x86, AMD64, какой-нибудь ARM 32 или 64-битных, в менее распространенных какие-нибудь MIPS и еще что-нибудь. И это совершенно разные бинарники. В Java, разумеется, виртуальная машина – это, конечно же, нативный бинарник, который что-то знает про ту платформу, которая на ней исполняется. Но программу, которую пишет программист для этой, в нашем случае, на Java для этой виртуальной машины, она является целиком и полностью переносима. Вот. При этом стандартное заблуждение заключается в том, что виртуальная машина берет вот этот самый байт-код и как-то внутри себя его потихонечку интерпретирует, что, прямо скажем, весьма и весьма небыстро было бы. На данный момент в сколько-нибудь развитых реализаций Java-машины это просто не является правдой. Они умеют компилировать, точно было бы сказать, перекомпилировать байт-код в нативный код под ту, собственно говоря, архитектуру, на которой они прямо сейчас запущены. Более того, в отличие от статического компилятора, Java-машина может собирать статистику, выделять, что такие-то пути исполняются гораздо чаще, чем другие и так далее, и компилировать разные части с разной степенью оптимизации, соответственно, в зависимости от того, что происходит. Более того, смотрите, вы написали программу на C++ и хотите, чтобы ее скомпилировать, чтобы ваш товарищ смог ее исполнить. Под какой процессор вы ее скомпилируете? Что? Ну, я боюсь, что если вы его скомпилируете под свой, то вероятно, что у вашего товарища немного другой, например, чуть старее и в нем просто нет каких-то инструкций. Если совсем базовый x86, то вообще-то он был 16-битным, поэтому давайте все-таки хотя бы в 386. И то, прямо скажем, код оптимизированный под старые процессоры будет далеко не столь быстро работать на новых процессорах. Можно, конечно, говорить, что «О, у нас есть поколение процессоров, давайте мы для каждого поколения процессора выпустим свою собственную версию». Кто-нибудь такое видел? Нет, конечно, потому что поколений много, по нескольку в год все запутаются и потом будут громко кричать о том, что мы, не дай бог, вам заплатили денег, скачали версию, она у нас не запускается. Вот. В то же время, если джао-машина скомпилировать ваш код, то у нее не будет проблем с пониманием, подо что ее оптимизировать. Почему? Потому что она уже на машине. Да, совершенно справедливо, потому что она уже запущена на какой-то машине. Она знает, сколько ей доступно памяти, какой процессор, что конкретно он поддерживает и так далее и тому подобное. То есть, можно делать локальную оптимизацию. Но, в отличие от традиционных компиляторов, джао-машина вынуждена этим заниматься каждый раз. Соответственно, у нас может деградировать, например, время запуска, прямо скажем. Сама по себе даже джао-машина запускается не то, чтобы прямо мгновенно. Вот. С другой стороны, код, который в итоге будет исполняться, может быть в том числе более эффективным, чем статически скомпилированный код, просто под другой instruction set, пусть и совместимый с данным. Вот. То есть, в целом, на самом деле, я не могу сказать, что там джао всегда обыгрывает себе плюс-код по производителям, потому что тупо неправда. Но разумный проигрыш для сколько-нибудь нормально написанного и диаметичного кода там держится порядка десяти процентов. Иногда, о чем любят очень махать в спорах, джао в том числе может выигрывать у соответствующего кода на плюсах, потому что он просто заточен под, как я уже говорил, немного другую, допустим, архитектуру, немного другой степпинг процессора и так далее. А тут джао машина скомпилировала ровно то, что надо. Вот. В целом, для большинства, так скажем, применений, разница в производительности не существенна. Тем не менее, да, за счет того, за счет переносимости и кучи других фишек, потенциально джао будет, конечно же, помедленнее. Окей. Далее. В джао есть так называемый механизм сборки мусора. Это значит, что вы должны руками выделять память, но у вас нет необходимости руками ее освобождать. Вот. А именно, джао умеет освобождать неиспользуемые области памяти, если она может доказать, что к этой области памяти ваша программа больше не сможет обратиться. Например, давайте рассмотрим что-нибудь. Так, правда, нужно понять, где граница. Отлично. Вот. У нас была программа, у нас была переменная A. Вот. Мы создали новый объект ViewObject. Вот. Здесь нам выделилась память. Потом мы сказали, что A равняется какой-то другой новый объект. Можем ли мы в этом месте обратиться к вот этому первому созданному объекту? Да. Совершенно очевидно, не можем. У нас нет на него ни одной ссылки. И мы ее не можем в джаве породить откуда-то извне. То есть, если у вас не осталось ни одной ссылки на объект, то этот объект является недостижимым. В джаве за ним рано или поздно придет сборщик мусора и скажет, что он вам не нужен. Соответственно, освободится память. Вот. Более того, современные сборщики мусора достаточно умны, чтобы избегать дефрагментации памяти. То есть, представьте себе, что у вас был соответствующий фрагмент памяти. Вы здесь заняли кучу места. Потом посвобождали какие-то промежуточные места. Можете ли вы после этого выделить объект, который занимает две таких ячейки? Да, кажется, нет. У нас есть три свободных места, но по одной ячейке. Java за счет того, что это управляемый язык программирования полностью контролирует, что внутри происходит с ссылками, может сделать буквально следующее. Вот мы это назовем x1, x2, x3. Вот. И он перенесет все ваши области памяти, например, подряд с начала. Вот. Окей. После этого у нас есть в конце три свободных места и никаких проблем выделить объект размером в две таких ячейки. У нас больше нет. То есть, сборщик мусора вам позволяет сэкономить много-много времени на управление памятью, что довольно приятно. К сожалению, реализовать нормальный сборщик мусора в традиционных языках программирования, таких как CC++, Pascal, Basic, whatever, не представляется возможным, потому что, например, в C можно породить указатель из ниоткуда. Как? Взять немножко и привести int к указателю. Да, вы можете взять и привести int к указателю, при этом до этого вы взяли свой указатель и привели к тому же самому int. Но тут же можно сказать, что мы можем искать соответствующие наборы байтиков, но с другой стороны вам никто не мешает положить четные битики в один, не четные битики в другой int, а потом соединять их при необходимости всякие разные подобные вещи. не то, чтобы нормальные люди этой возможностью пользовались, но с точки зрения языка такая возможность присутствует. То есть, мы можем породить указатель на тот блок памяти, который в данный момент вроде бы является недостижимым. Как следствие, мы не можем понять, что является мусором, то есть, недостижимыми блоками памяти, и память автоматически собрать мы не можем. Один из традиционных самых первых реализаций сборщика мусора является подсчет ссылок. Логика очень проста, давайте в каждом объекте будем считать, сколько на него есть ссылок. Реанимируем вот этот код. Дальше вместо object я буду писать o. То есть, понятно, это формально некорректный код на java, в отличие от предыдущего. Давайте мы сделаем вот так. b равно a. И здесь напишем, соответственно, еще один раз b. Вот. И напишем еще раз a. Окей. Здесь мы создали объект и поместили ссылку на него в переменную a. Сколько раз на него ссылается? Да, ссылается, очевидно, один раз запишем. После исполнения второй строки? Два раза. После исполнения третей? Один. Один. Да, у нас получается единичка здесь за счет того, что мы выделили и присвоили, и минус один здесь, потому что одну ссылку мы забыли. При этом присваивании? 0 и 2. Да, у нас возникает 0 и сколько? 2. Да, 0 и 2. Вопрос? Прошу прощения, я не слышу. Вот там где-то есть выключатель как раз рядом с вами. как раз рядом с вами. Видите, можно будет подпечатать, просто когда-нибудь там что-нибудь так, ладно. Ну, я планировал начать печатать чуть попозже, но я вас понял. так-то. Окей. Так. Object. New object. Object. B. A. Тут у нас A. Тут A равняется еще один object. И здесь, соответственно, у нас B равняется A. Вот. После первой строки у нас одна ссылка на этот объект. После исполнения второй строки у нас две ссылки на этот объект. После исполнения третьей строки одну ссылку на первый объект мы забыли, у нас ссылка на второй объект, то есть счетчики будут 1 и 1. Ну, давайте все-таки вот так напишу. После исполнения третьей строки мы забыли ссылку на первый объект и получили еще одну ссылку на второй объект, то есть счетчики стали равны 0,2. И в этот момент первый выделенный объект стал мусором, потому что на него не указывает ни одна недостижимая ссылка. Вот. Окей. Может прийти сборщик мусора и его собрать. Вопрос. Всегда ли безопасно собирать объект, на который есть ноль корректных ссылок? С учетом того, что мы не умеем порождать ссылки из ниоткуда. Правильный ответ. Всегда корректно. А возможно ли такой сценарий, что на объект существуют ссылки, но мы все еще можем его собрать? Ну да. А какой? Если те объекты, которые на него ссылаются, на них никто не ссылается. Окей, да. То есть, если у нас есть объект какой-то A, который ссылается на объект B, и в свою очередь на объект A никто не ссылается, то B мы, разумеется, тоже можем убить. Но, на самом деле, обычно это произойдет следующим образом. Сначала сборщик мусора придет за A, после чего B увидит, что на него нет ссылок, и его тоже уберут. То есть, для такой цепочки у нас, соответственно, счетчики ссылок отличным образом работают. Вот. Просто, ну, не мгновенно, но это совершенно не страшно. Но тут говорили все-то пример, когда это не сработает. Да, совершенно справедливо. Если у нас какой-то объект A ссылается на объект B, а B, в свою очередь, ссылается на A, и на них нет ни одной ссылки снаружи. Вопрос номер один. Чему равны у них счетчики ссылок? По одному. Да, по одному. Вопрос номер два. Являются ли они мусором? Да. Они, очевиднейшим образом, являются мусором. Таким образом, к сожалению, реализация сборщика мусора на подсчете ссылок является, с одной стороны, достаточно простой. Например, в C++ сделаны умные указатели, но, к сожалению, не является универсальной. В Java реализован более универсальный подход, который сводится к обходу графа ссылок. То есть, Java честно строит набор достижимых ссылок, что и позволяет понять, что снаружи на ту пару объектов A и B никто не ссылается, они в сумме являются мусором. Данный подход, очевидно, является более ресурсозатратным. Во всяком случае, при наивной реализации так точно. Вот. С другой стороны, у него есть внезапные преимущества. Например, если вы порождаете и тут же забываете множество объектов, то на их сбор вообще не будут тратиться никакие ресурсы. Потому что, если у вас ссылки на объекты нет, ну и ладно, там просто какая-то свободная память, которую никто не использует, давайте ее еще раз сохранять нужно только используемые объекты. Окей. Итого, сборка мусора. У нас есть выделение памяти, но мы не заботимся о том, как, соответственно, память освобождается. Ну, правда, ровно до тех пор, пока к нам не пришел Out of Memory Error, мы не начали искать утечку памяти в нашей программе, но об этой грусти попозже. Вот. Собственно говоря, обход графа ссылок реализован во множестве современных средств исполнения. Ну вот, не только, разумеется, в Java, но еще и все. в Java, в многих функциональных языках программирования и так далее и тому подобное. Что еще у нас есть в Java? Как я уже рекламировал, это довольно простой язык. Во всяком случае, в базе. Вот. Его можно рассказать за разумное время. Исходно, ну и, собственно, до сих пор, упор на надежность и безопасность, для того, чтобы вам было сложно написать некорректную программу, код, который ведет себя плохо. То есть, разумеется, вы все еще можете настоять, сказать, делать вот так, но это будет выглядеть обычно плохо. И вас будут предупреждать, что так делать не стоит. Далее, в Java из коробки есть многоязычность с поддержкой Unicode. До тех пор, пока мы работаем только с русским, там, английским языком, все относительно нормально и можно об этом особо не задумываться. Вот. Правда, если в какой-то момент у нас, например, появляется арабский язык, в котором, как известно, письменность не слева направо, а справа налево, либо замечательные китайские иероглифы, жизнь становится гораздо, гораздо интереснее. Вот. Но для, так скажем, европейских языков в Unicode все прекрасно и замечательно. Почти. В целом, довольно хорошо. Дальше. Многопоточность. Программы на Java в почти любой среде исполнения, кроме, может быть, Java Card поддерживает многопоточность. То есть, одновременно можем исполнять коды в разных местах. Правда, нам после этого нужно координировать соответствующие исполнения, чтобы они могли взаимодействовать друг от друга и порождать корректный результат, что, мягко выражаясь, непросто. Разумеется, мы это тоже обсудим, но уже на втором курсе. И, как я сказал, сильный упор на обратную совместимость. То, что было написано 25 лет назад, продолжает работать, если оно было написано хоть сколько-нибудь правильно. Вопросы? Да. В чем проблема с китайскими иероглифами, кроме того, что немного байтов занимаются? В том, что сколько, допустим, это много байтов, вы заранее сказать не можете ни с какой разумной точности. Вот. То есть, например, есть... Ну, то есть, у вас китайский иероглиф может быть нарисован из, так называемых, hjk диаграмм, который по отдельным штришочкам его вам как-то собирают, и вот этот вот небольшой китайский иероглиф с точки зрения обычных функций обработки строк, это там пяток или десяток символов. И начинается довольно неприятно. Еще вопрос. Окей. Немного про оформление кода. Вы все будете сдавать код, то есть, код всех домашних, если иное не оговорено, мы читаем. Поэтому, заранее договоримся, как он должен быть оформлен. Во-первых, в коде обязательны отступы. Более того, они всегда равны 4 пробелов. Код без отступов просто не читается. Вы принесли код без отступов, сразу же получили минус и пошли добавлять отступ. Вообще без вариантов. То же самое для кода написано в одну строчку и так далее. Если ваш код оформлен так, что его невозможно читать, читать его никто не будет. Вот. Дальше. Традиционное соглашение у нас. Фигурные скобки, открывающиеся на той же строке, мы ставим, закрывающиеся на отдельной строке. Разумеется, весь код, который я буду писать на занятиях, будет соответствовать этим правилам. Да. Максимальная ширина вашего кода 120 символов. Не надо платить слишком длинных строк. Отступы по табаме не принимаются. Нет. Отступы по табаме не принимаются. Отступ 4 пробела. Дальше есть так называемые соглашения о наименовании. Они базируются на CamelCase, когда каждое слово пишется с большой буквы. При этом классы называются первая буква названия класса большая. Если это метод или поле, то первая буква маленькая, все остальное в CamelCase. И константы называются большими буквами с подчеркиванием. Это просто, чтобы я мог сослаться, если что, как вам нужно код оформлять. Вопросы по оформлению. Да? А как разделить строчку, если не у тебя много условий? Как что? Как строчку разбить на первую? Просто 20 секунд. Окей. Ну, то есть, во-первых, на первых домашних заданиях у вас такой проблемы быть не должно. Если вам в одном из первых домашних заданий хочется написать слишком длинную строчку, то вы что-то делаете не так. Во-вторых, вы можете разбивать внутри круглых скобок, пользуясь тем же самым правилом, что и для парных фигурных скобок. Это нормально. Еще вопросы? Да? Чем объясняется запрет на табор? Тем, что тут так принято. Без черт. Нет. То есть, на самом деле, когда вы придете программировать в какую-то компанию, вам, если она сколько-нибудь приличная, вам выйдут Code Style Guide, в котором будет написано, как здесь форматируют код. Вот конкретно у нас код форматируют вот так, на самом деле, также его форматируют в, собственно говоря, стандартной библиотеке. В других местах где-то табы, где-то два пробела, где-то еще что-то. Тем более, на разных языках код, тем больше, форматируется по-разному. Что в используемых редакторах вы еще скажете? Насчет используемых редакторов вы можете использовать что угодно на ваш выбор. Вначале, я весьма и весьма не рекомендую использовать IDE. Более того, вы должны будете уметь запускать свой код, не используя IDE. Начиная с момента, когда у нас возникнет существенная необходимость иметь несколько файлов, мы, разумеется, IDE начнем использовать. Фар за IDE считается? Нет, фар не считается за IDE. Еще вопросы? Да. Название переменных осмысленно? Да. То есть, за переменную, ну, там, не знаю, а23, если в ней не хранится что-то связанное с а из 23, извините. А если массив, например, просто... Что массив? Ну, то есть, просто буква A маленькая. Нет, называть массив маленькой буквой A это плохая идея, потому что в этом массиве что-то хранится. Хорошо. Назовите его тем, что в нем хранится. Информация о том, что это массив, и так видна в его объявлении типа. Еще вопросы? Окей. Да. Можно ли прописывать комментарии по своему фото? Можно не прописывать. Вы можете писать комментарии, если они вам требуются. Можете не писать комментарии. Весь ваш код должен быть достаточно понятен и без них. По тому, где комментарии нет, никакой рекомендации нет. Ну, скажем так, если вы их внезапно придумаете писать где-то совершенно странным образом, то вам об этом преподаватель скажет. Но мне довольно сложно заранее предсказать, что вы планируете с ними делать. То есть я чувствую, что у вас есть какой-то замысел. Да. Ограничение на 120 сливов относится к комментарии? Да, ко всему. Ну, просто ширина монитора технически ограничена, извините. Еще вопросы? Окей. Перейдем к... Так, и к программированию. Я все говорю, говорю, программировать не начинаю. Так. Как все приличные люди, начнем с Hello World, разумеется. Вот. Назовем файли Hello World Java. И, к сожалению, мы не можем в Java написать код вне класса, поэтому нам придется объявить класс. Хотя, что такое класс, подробно мы поговорим позже. Да, вопрос. Про naming conversions. Да. Именно файлов тоже... Сейчас я про это расскажу. Hello World. Вот, объявляем класс. Hello World. Ну, класс, понятно, значит, что он класс. Паблик, значит, что он общедоступный. Его может использовать кто угодно в нем. Пока что у нас будет один метод. Он будет общедоступным. Он будет статическим. То есть, для его вызова нам не будет требоваться экземпляр Hello World. И он будет называться main. А, он не будет возвращать ничего и называться он будет main. Принимать он будет массив строчек. Строчки в Java являются так называемым ссылочным, либо можно аналогично назвать объектным типом. Поэтому они подчиняются соответствующему названию с большой буквы так же, как Hello World. Это будут аргументы командной строки, поэтому назовем args. Дальше выведем традиционный способ вывода System.out.printl и, разумеется, Hello World. Ок. Да, напоминаю, что на сайте курса есть ссылки на архивчик, в котором будет аналогичный код. Сейчас его судорожно записывать не имеет никакого смысла. Ок. У нас есть какой-то код. Что нам требуется, чтобы его запустить? Скомпилировать. Нам его требуется скомпилировать, да, и запустить. Ок. Компилируем. Для этого у нас есть java-компилятор, который называется java-c, либо javac. Понятно, сокращение java-compagner. можно узнать, можно узнать, какой он у меня версии. Вот. Можно увидеть, что я использую OpenJDK. На данный момент, ну, последней официальной версии 16.02. Ок. Так, компилируем. java-c, hello world. Если все хорошо. А, здравствуй, стрим, да. Обычно это происходит гораздо быстрее, но у меня тормозится со стрима. мы получаем скомпилированный класс файл. То есть, это бинарный файл. Вот. С одной стороны, в ней есть какие-то знакомые вещи. Тут hello world встречается, там, object встречается и так далее. Вот. Но, в целом, он вполне бинарный файл. Дальше мы его запускаем. Говорим, java, hello world. Запускается и исполняется. По-хорошему, нам нужно было сказать, что мы хотим использовать класс-файлы из текущего каталога. Это можно сделать, указав опцию минус, минус класс-path. точечка. Вот. Только у нас... Сейчас. Подождите. Минус один. Да. То есть используем. Камерой не вполне видно, что вы там пишете. Окей. Это... Мы сейчас исправим. Я написал java минус класс-path. Точка, где точка текущий каталог, в котором у меня лежит этот класс. При желании, я туда могу написать полный путь, который у меня в данном случае вот такой. И это, разумеется, тоже будет работать. Отлично работающий hello world. Итого, сколько у нас пять строчек кода. И мы что-то умеем запускать. Так. Хорошо. Теперь давайте сделаем что-нибудь более интересное. Вопрос... Номер один. Значит, args — это у нас аргументы командной строки, но любители C, C++ знают, что традиционно в main имеет два аргумента. Каких? Да, есть сами аргументы и argv и argc. Вот. Для чего они нам нужны? Количество. Да. Это количество и, собственно говоря, сами по себе аргументы командной строки. В Java нам не требуется хранить отдельное количество аргументов, потому что в Java каждый массив знает свою длину. Вот. У массива есть поле system out print length args event Вот. Которая сообщает, сколько в нем элементов. Давайте проверим. Так. Компилируем. Минус cp — это сокращение от classpad. Так. Я передал ноль аргументов командной строки. Я могу в явной форме... Так. Давайте, чтобы было вам лучше видно. Да. Давайте сделаем вот так. О, так будет лучше. Так. Окей. Это можно убрать. Запускаем. Там. Один, два, три. Сколько? Ой, нет. Не так. Один, два, три. Вот так один, два, три. Сколько аргументов? Три. Три. Давайте проверим. Не, не три. Три. С чего надо? Ну, почему не три? Ну, в C++ было бы пять. Так. Ну, это зависит от того, что вы считаете аргументами. То есть, в Java аргументами считается то, что идет после имени класса, который мы запускаем. Вот, в частности, вам путь к бинарнику не дают и так далее. То есть, здесь три аргумента. Кстати, да. Важно. Смотрите. У меня класс назван Hello World. И файл назван Hello World. Это является требованием языка. Основной класс файли должен называться тем же самым минимумом. Если я переименую в Hello World 2 и попытаюсь откомпилировать. То мне сообщают, что, извините, у вас тут объявлен класс Hello World. Будьте добры назвать файл Hello World Java. Но, а не так, как он у вас и назван сейчас. Вот. Поэтому вы не можете называть файл с жаловскими исходниками, произвольными именами. Примечание. Если вы пишете под Windows, то вы можете случайно использовать не тот регистр букв. Ну, например, написать Hello World маленькими буквами в названии файла. И это будет работать, потому что файловая система Windows регистра независимая. И Hello World с большими буквами и с маленькими – это одно и то же. Но так сделать ни в коем случае не стоит. Потому что, как минимум, скомпилировать ваши исходники после этого на какой-нибудь регистр с зависимой файловой системой. Например, которая обычно используется в Unix мире. Просто-напросто не удастся. То есть, вы можете игнорировать регистр, но, пожалуйста, никогда так не делайте. Окей. Так. У нас есть ArxLength. Мы их умеем передавать. Это хорошо. Так. Ну, давайте что-нибудь увидим. Это массив. В нем есть элементы. Так же, как во многих других языках, элементы у нас нумеруются с нуля. Да. То есть, в Arx у нас есть элементы с нуля по какой? По ArxLength-1. Окей. Ну, давайте выведем. Hello плюс Arx нулевой. Количество аргументов все-таки будем выводить в начале. Ок. Компилируем. Ок. Так, запускаем с 1, 2, 3. Получаем Hello1. Все вполне ожидаемо. Да, обычные оболочки поддерживают, например, кавычки, которые говорят, что по пробелам разделять не надо. То есть, мы здесь передали один аргумент с значениями 1, 2 и 3. То есть, мы теперь можем запустить HelloWorld с World и нас поприветствуем. Ок. Следующий вопрос, который должен сразу же у всех возникнуть, а что будет, если этого нулевого аргумента не будет? Давайте проверим. Вот. Java сообщает, что у нас произошла ошибка ArrayIndexOutOfBoundsException. Как следует с перевода ее названия, мы вышли за пределы массива. Нам сообщают, что мы использовали нулевой индекс в массиве длины 0, что, очевидно, является некорректным. И это произошло в пятой строчке нашего исходного кода. Давайте посмотрим, что происходило в пятой строчке. Ну, собственно говоря, вот мы в пятой строчке и обратились. Ок. Как избежать такой проблемы с выходом за границу массива? Ну, не хватит на себя. Да. Написать if. Вот. Вот. Убители знатоки CEC++ знают, что в синтаксе if в скобочке кругло является обязательным. Всем остальным сообщаю об этом. if args.len равно-равно используется в качестве сравнения на равенство. Если, соответственно, равно-равно нулю, то, не знаю, напишем hello world. Вот. И здесь напишем в противном случае hello первый аргумент. Да. Можно ли использовать это строчное после if? Нет, нельзя. После if в обоих ветках всегда, так же как для циклов и для всего остального, должны быть фигурный скоб. Это не требование синдекса языка, это требование формата оформления кода. Отпускание фигурных скобок, как показывает опыт, приводит к трудно, к сожалению, диагностируемым багам, что весьма и весьма неприятно. То есть, вот мы здесь формально, вот это все еще является корректной программой на Java, но мы сюда случайно добавим новую строчку и все будет гораздо-гораздо печальнее. Поэтому мы всегда будем ставить фигурные скобки. Ок, давайте проверим, что это работает. А про отдельные фигурные скобки? Нет, это стандартное, так скажем, сокращение. Более того, здесь можно написать lziv и еще что-нибудь. И так тоже пишут. Можно что? Извините, я не могу разобрать, что вы говорите. Нет. Тут так принято, извините. Еще вопросы, да. Говорите, пожалуйста, громче. Каким типом данных является ARCS? ARCS является массивом строк. Если что. А массивы статические? Что значит статические? То, что мы не можем в конец дополнительно... А, у массива в Java неизменный размер. Соответственно, вы не можете добавить в него, либо удалить элементы. Лежит он в куче, наверное. Ну, формально, где он лежит, это, конечно, деталь реализации. Но, в целом, довольно безопасно считать, что он лежит, конечно, в куче. Окей. Правда, здесь я расплодил один и тот же код. Вот. А, да. Мы же не проверили. Я его скомпилировал, но мы вроде бы не проверили, что он работает. Так. Значит, если ничего не указать, то hello world. Если указать ку-ку-ку, то нам скажут hello ку-ку-ку, что вполне нормально. Вот. Но если я захочу поменять hello на что-нибудь, мне придется менять в нескольких местах. Плохая идея. Есть мысли, как мы можем оставить вывод только в одном месте. Да. Завести себе переменную. Заведем себе string who. Здесь скажем, что who это, очевидно, кто? world. Вот. А здесь, очевидно, who это args от нуля. Вот. После чего выведем, соответственно, hello плюс who. Вопрос какой-то? Нет? Да. Для знатоков C++ есть тонарный оператор. Вы можете пользоваться. Да. Общее правило при сдаче домашних заданий. Вы можете пользоваться всем, чем угодно, любыми особенностями языка, любыми классами стандартной библиотеки, если вы это делаете правильно. Вот. То есть, при этом вы не можете сказать, у вас не будет аргумента, что вот я не знал. Если я рассказал о чем-то на лекции и забыл об этом рассказать, то я не знал этот аргумент. А если вы решили воспользоваться чем-то, про что не рассказано, и пользуетесь этим неправильно, то считается, что вы самостоятельно изучили соответствующую тему и несете, собственно, ответственность за то, чтобы использовать это правильно. Тем не менее, значит, если у вас есть свой идиоматичный способ писать на Java, он действительно идиоматичен, то вы можете писать с использованием всех возможностей. Хотите делать во втором домашнем задании лямбда функции? Пожалуйста. Но если при этом использование лямбда функции приведет к тому, что потребление памяти вашим кодом вырастет на порядок, то, извините, вам придется либо научиться пользоваться ими правильно, либо выпилить их. Так. Еще вопросы? Подтягивать классы можно и ставить нестандартные библиотеки? Например, в BR не бывает. Нет. И в домашних заданиях вы, соответственно, не можете использовать классы из нестандартной библиотеки. Извините. Так. Но можно самому написать их. Да, вы можете написать самостоятельно, опять же, что угодно, но если вы это, к сожалению, напишите неправильно, то мы вынуждены будем вам об этом сообщить. А, мы проверили, что все работает. Да. А, нет, не проверили. Это старая версия работала. Проверяем, что новая тоже работает. Окей. Забавной особенностью Java является в том, что если вы... Оу. Так, замените экранную клавиатуру. Напишите вот так, то Java вам сообщит, что это некорректная программа. Давайте проверим. Вот, нам сообщают, что в шестой строчке переменная ху может быть не проинициализирована. Действительно, чему равно значение переменной ху в шестой строчке? Ничему. Ничему мы ей ничего не присвоили. Компилятор Java следит за такой ситуацией. Вы не можете использовать неинициализированные локальные переменные. Вот. Соответственно, при этом компилятор достаточно умный. Он понимает, что как бы не исполнился этот if, переменную ху вы все равно проинициализируете. То есть в этом месте, вне зависимости от того, выполнится либо не выполнится это условие, значение переменной проинициализировано и, как следствие, мы можем его использовать. Ок. Так, продолжим. А, мы уже компилировали. Что вам еще понадобится в ближайшее время? Int. Примитивное 32-битное целое в дополнительном коде. Последнее было для любителей битовых операций. Так, это 32-битное целое, то какой у него диапазон? Да, в дополнительном коде у нас диапазон, соответственно, от минус 2 в 31 до 2 в 31 минус единичка снаружи. Ок. Хорошо. Все все знают. Замечательно. Вот. А, соответственно, длина массива также является int. То есть мы можем все завести переменную ленту и сказать, что она равняется args точкой ленты. С этим вроде бы никаких вопросов нет. Понятно, что для, соответственно, численных типов у нас доступны стандартные операции плюс, минус, умножить, равно, сравнение, больше, меньше, всякое такое. Про это я рассказывать не буду. Все, что есть в обычных языках программирования, также есть и в jav, только для сравнения. Вам может быть привычно использовать единарное равно, которое в jav используется только при присваивании, а при сравнении на равенство используется двойное равно, а для неравенства используется не равно, а именно восклицательный знак равно. Да. Более длинные и более короткие целочисленные типы. Есть и более длинные и более короткие. Как их зовут? Их зовут Byte Short to Long. А также немного чар. Про это я опять же расскажу, но сейчас... Вам это не понадобится. Вот на следующей неделе. Сейчас нужно завести массив чаров, которые больше чем 3 гигабайта 4 точно. Я боюсь, что больше чем 3 не получится, потому что максимальный размер массива, собственно, чуть меньше, чем integer max value. А массив чаров на 3 гигабайта это полторы максимальных длинных. Ну вот я поэтому... Нет, вы не можете завести массив, в котором сильно... Ну вот там 2 в 31 минус какой-то epsilon прописанный в документации. Нельзя, да. Меня покушал Rust. Если я присвою int в long, например, он присвоится... Если вы присвоите int в long, присвоится. Если вы присвоите long в int, вам скажут, что вы были неправы. Операторы сравнения между двумя типами не работают? Еще раз. Операторы сравнения? Операторы сравнения между long и int, например. Да. Отлично в чем-то работают. Довольно очевидным образом. Правда, у каждого своя очевидность. Сравнить безнаковые и знаковые типы. В java нет безнаковых типов, кроме char. Да. Вот. Окей. Что еще полезного? Про строчки. Еще вопрос. Если заставить java сделать переполнение типа, она скажет, вы дурак или она его сделает? В смысле, взять максимальный int и прибавить ему 1? То он станет минимальным int, потому что в спецификации записано, что 32-битное целое число в дополнительном коде, и оно работает вот ровно так. Если ваша платформа по каким-то причинам не поддерживает таким образом записанные целые числа, то java будет на ней эмулировать это поведение. Так. Окей. Циклы, собственно говоря. Переберем все элементы. У нас будет индекс от нуля. По k и меньше, чем a точка len. И плюс-плюс прибавим единичку. И всех, собственно говоря, поприветствуем. Плюс-плюсы и работают? Да. Плюс-плюсы и работают. Тоже. Тоже. Было бы странным, если бы работало одно и не работало другое. Окей. Да. Арк-ситэ, наверное. Да, арк-ситэ, конечно же. Формально данный цикл for, записанный в таком видео, у него есть... Это сейчас экскурс для нелюбителей c и c-плюс-плюса. У него есть сейчас инициализация, соответственно, сравнение и... Прочнее, он эквивалентен следующему циклу while. Вначале у нас происходит... Извините. Да. А вроде не премьерный цикл. Кто? Арк-ситэ. А, тут арк-с, конечно же, должно быть. Арк-с. Да. Разумеется, если у меня нету такой локальной переменной, то компилятор мне скажет не то, что не проинициализировано, а просто нет. Так вот. Эта запись формально эквивалентна следующего. Значит, мы проинициализировали то, что здесь написано. Потом обычный цикл while с тем самым условием, которое здесь указано. после чего перед выходом из цикла мы осуществляем то самое обновление. Вот это. Вот. А здесь в середине у нас, соответственно, тот код, который написан. Вот. И плюс-плюс это операция инкремента, которая, соответственно, увеличивает и на единичку. На самом деле любители, соответственно, C и C плюс-плюс знают, что у нас есть пред и пост инкремент. Вот. И они немного разные, но об этом в другой раз. В целом тот же самый код можно написать, как i равняется... Так, откуда у меня капс? i плюс 1. Вот. И будет работать ровно тем же самым образом. Тем не менее, идиоматичный способ записи именно таков. Итого, наш цикл for эквивалентен вот такому циклу while. Работает ровно тем же самым способом. Как вы сделали закомментировать определенное? Плагин к фару. А. Так. Компилируем. Запускаем. Так. Где у нас тут? Java Hello World. А, ну вот. Один, два, три. Нас честно поприветствовали. Три раза, как вполне ожидаемо. И что будет, если мы передадим ноль аргументов? Ничего страшного не произойдет. Потому что проверяется даже это условие перед первой итерацией цикла. Соответственно, к args нулевому мы в этой ситуации не обратимся. И никакого выхода за пределы массива не случится. Есть ли вопросы к этому коду? Не сейчас. Окей. Тогда немного про строчек. Из чего состоят строчки? Сейчас. Да. Существует мнение, что они состоят из символов. На самом деле, это не совсем правда. Особенно про юникодные строчки. Там все гораздо сложнее. Но в первом приближении такое понимание у нас устроит. Вот. Соответственно, что мы можем сделать? У строки есть длина. Она тоже называется length. Только это не поле, а метод. То есть мы можем, например, здесь написать за одну длину строки. System. Out. Print on. Args. It.Length. Скобочки. Скобочки? Я вроде бы поставил скобочки. Вы сказали, это метод. А, господи. В этом месте скобочки я понял. Да. Это именно метод. Это не поле. Мне сообщают, что просто length у меня нет. Давайте скомпилируем с круглыми скобочками, сказав, что это у меня метод. Вот. Видим, что с методом скомпилировалось. То есть это именно метод. При вызове методов мы ставим в конце круглые скобочки. Вот. Если у нас совсем нет аргументов, ну либо, честно, в этих круглых скобочках перечисляем аргументы, если таковые присутствуют. Так. Запускаем. Ой. Так. Ладно. A, A, B, A, B, C. Вполне ожидаемо получаем, что здесь один символ, здесь два символа, здесь три символа. Разумеется, у нас есть способ получения символа по индексу. Называется charAt. Ну, допустим, будем выводить нулевой символ. Каждый раз из строки. Для A, A, B, A, B, C. Какой мы получим результат? Да. Мы все три раза должны получить A. Давайте проверим, что это так. Следующим образом работает, если мы здесь, разумеется, напишем C, B, A, то получим A, A, C. Вот. Тип у этого char. CH назовем его. Вот. Формально char – это беззнаковый 16-битный тип. Не 8, внезапно, а 16. Почему? Потому что он юникодный. Вот. Все это грустную историю я тоже в какой-то момент расскажу. Квадратными скобками можно обращаться? Можно или что? Квадратными скобками. Нет. Квадратные скобки в Java применимы только к массивам. Строчка не является массивом. Более того, ну вот только массивы являются массивами. Вот. Также, если что, в Java нет перегрузки операций, не пытайтесь ее искать. ОК. Угу. 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 Так. Ну, давайте сделаем полезный какой-нибудь вспомогательный метод. Например, плохо обращаться к людям с маленькой буквы. Давайте организуем себе метод. Который. Boom. Называется. First. Hyper. Он будет принимать строчку. Name. И будет делать буквально следующее. Он будет брать строчку. Брать из нее первый символ, имеющий, соответственно, индекс 0. Дальше нам его нужно преобразовать в верхний регистр. Для этого в Java есть стандартный класс. Charter. И у него есть метод toUpperCase. Кейс. ОК. Так. Соответственно. Каков будет возвращаемый тип этого метода? Да. Было бы аналогично ждать, что это char. И это будет именно он. Это будет first. Так. Теперь нам нужно все остальное. Все остальное, это, очевидно, строчка. Назовем ее. Rest. Автовывода типа нет? На самом деле есть var, но на начальном этапе точно стоит писать конкретные типы, чтобы понимать, что существует. С автовыводом есть спецэффект, что он может вывести тип, который, например, вообще невозможно записать. А точно должен быть массив строчек? Что? О, нет. Разумеется, не массив. Строчек, строчка. ОК. Да. Метод называется substring. С первого по сразу же возникает какой? В java есть вот следующее соглашение. Если у нас есть интервал чего-то. Так. А, ну, собственно, давайте. Вот у меня есть интервал ab, то левая граница всегда включается, а правая всегда не включается. Просто такое стандартное соглашение, которое действует всегда и везде. Соответственно, rest, начиная с символа с индексом 1, по какой? По... Ровно по length. При этом, так как символ с номером length мы не включаем, то никакого выхода за пределы строки у нас не будет. Разумеется, если вы попытаетесь получить из строки символ с отрицательным индексом, либо, соответственно, с индексом за пределом строки, то вы получите стринга out of bounds exception. Вам также сообщат, что вы были нет. А отрицательных символов нет. Что? Нет. А отрицательных символов нет. В Java неизменяемые строки? Да, в Java неизменяемые строки. Даже если вам кажется, что вы написали код, в котором изменяется строка, это неправда. Так. Возвращаем значение из функции с помощью return, first, плюс rest. В целом, да, в Java можно все, что угодно прибавить к строке, и наоборот, строку прибавить ко всему, чему угодно. Тогда, соответственно, не строковый аргумент будет сконвертирован в строку стандартным образом. А если у нас строка в один символ, у нас включится символ? Смотрите, у нас будет строка в один символ. Тогда a будет равно чему? А дальше? Одному. У нас a будет равно одному, и b тоже будет равно одному. Мы получим, что rest – пустая строка. И это ровно то, что нам требуется. То есть для строк из одного символа это работает. Тут еще был вопрос. А был вопрос. Почему у нас, собственно, соединится? Потому что мы здесь выделили первую букву, которую привели к верхнему регистру. А здесь у нас хвост, который мы оставляем в том регистре, в котором был. Еще вопрос. Почему у нас это просто не было? Да. Вот, собственно говоря, какой тип, очевидно, мы возвращаем строчку. И этот метод, честно, возвращает строку. Примечание, я вынужден объявить этот метод статически, потому что у меня все еще не появилось ни одного экземпляра класса HelloWorld и сегодня не появится. Окей. И здесь я могу теперь написать Hello… Здесь не указан иной класс приватный. Метод приватный? Нет. Package private. Про уровни доступа мы с вами поговорим тоже не сегодня. Вот там не указан уровень. Да. Package private. Вы не понимаете, что это значит. Формальный ответ такой, что это значит, мы обсудим на одну и всякую лекцию. Окей. Давайте скомпилируем этот замечательный код. Извините, я… А, оно кражется, что есть строка пустая? Правда, так и задумано. Вот, давайте сначала проверим, что он работает для непустых строк. О, кстати, вот тут у нас был неплохой пример. Да, разумеется, так работает. И если у нас тут какие-то буквы будут большими, то, разумеется, все тоже продолжит работать. И, как замечено, мы, разумеется… Если передадим сюда именно что пустую строчку… Заметьте, я в явной форме указал, что у меня один аргумент, и тот пустая строка, то мы получим тот самый, потому что словутый string index out of bounds exception. Вопрос? Нет вопросов? Окей. Как исправить? Да. Надо вообще подумать, что требуется. Ну, если у меня строка пустая, то мне очень сложно ее первый символ перевести к верхнему регисту. То есть, с одной стороны, мы можем договориться, что функция first upper должна работать только для непустых строк. Это вполне нормальное соглашение. В такой ситуации то, что она бросает в случае неправильного использования исключения – это нормальное поведение. Правда, при таком поведении нам каждое ее использование придется обернуть в if, проверить, а не пустую ли мы туда строчку передаем. Вот. В данном конкретном примере я бы скорее все-таки зафал внутри. Какое у меня будет условие? Name. 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 Эта тип boolean. Это, соответственно, логический тип. У него есть 2 constructed true и false. Это ни в коем смысле не целое число. Буolean не приводим к целочисленным типам. И наоборот. Это совершенно отдельный тип. И, собственно говоря, mü providing любое условие, например, которое есть в if, while, for, и т.д., должно именно иметь тип boolean. Да. Вам unreasonable. То если я хочу в качестве строчки передать 2 гарантики Это зависит от того, какую оболочку вы используете. Нет платформенно независимого способа передать строчку из двух кавычек. То есть вам придется использовать документацию по вашему операционной системе или командной оболочке. Так, окей, name is empty. В этом случае мы можем вернуть, например, пустую строчку. Что кажется довольно разумным. В java вы можете несколько раз использовать оператор return. Соответственно, выход происходит после первого из них. При этом java проверяет следующие факты. Факт номер один, что любое исполнение заканчивается возвратом значения, если тип не void. Вы обещали строчку, будьте добры ее вернуть. То есть вот это некорректная программа на java. Она просто не скомпилируется. Давайте, кстати, проверим. Да, она не скомпилировалась. Нам сообщили, что в десятой строчке у вас должен был быть return. Его там нет. Окей. Является ли вот это корректной программой на java? Да. Да, почему? Потому что он заделает и шипа идет дальше. Да. Анализатор смотрит, что есть ли у меня исполнение, которое приводит к тому, что ни один return не выполнился. Такого исполнения нет. Ну, здесь мы не сделали ничего. Не важно. Все равно мы уперлись вот в этот return. Это корректный код. Следующее занятное утверждение. Вот это некорректный код. Да. То есть return завершает исполнение соответствующей функции. И компилятор вам говорит, что эта строка никогда не будет исполнена. А возникает вопрос, а зачем вам код, который никогда не исполняется? Он предупреждение дает? Нет. Это ошибка компиляции. Еще раз у вас реально в программе есть код, который ни при каких условиях не может быть исполнен. Unreachable statement. Это именно ошибка компиляции, никакой не абординг. Так же, как обращение к неинициализированной локальной переменной и многие другие подобные мелкие вещи. Это вот та часть, которая, скажем так, мешает себе прострелить ногу разнообразными способами. Да. По код стайл, если у нас есть после if, оно однострочное, однострочное. А мы все равно пишем фигурные скобки. Нельзя написать ее после... Нет, нельзя. То есть с точки зрения языка можно, с точки зрения сдачи домашних заданий нельзя. Окей, этот код компилируется. А, да, мы хотели проверить, как он работает на той самой пустой строке. Ну, вот, отличным образом работает. Вот, конкретно под виндой я вот могу передать две кавычки, использовав вместо них шесть кавычек. Но если у вас другая операционная система или оболочка, то вам это придется делать каким-то другим способом. Ну, например, можно сделать вот так под виндой. А, нет, не работает, очень жаль. Я проиграл. Что? Обратный слэши, как... Ну, да, обычно шляпы работают как обратный слэш, но не всегда. А вы это утереть, чтобы проверить гайдлайны? Чтобы проверить что? Гайдлайны, ну, по оформлянению. Автоматизированные нет, но мы все равно читаем весь ваш код, так что не волнуйтесь. Если у вас какие-то грабли, то вам про это скажут. Можно ли относительно несложно выстрелить себе в ногу? Можно ли относительно несложно выстрелить себе в ногу? Ну, например, самый простой способ выстрелить себе в ногу. First, I'd Pirate Name написать. Что мы получим? Да, мы получим бесконечную рекурсу. Давайте запустим. То есть, этот код скомпилируется. Даже варнингах нет. Вот. А, ну, в таком виде он, конечно, ничего не увидит. Но давайте мы его запустим хоть с чем-нибудь. Вот. И мы получим огромный стейктрейс, как он дошел до того самого места, где у него, собственно... Это опция минус E, а это кто? Это enable assertions, неважно. Ну, просто у меня есть стандартные опции для лекций, я их не стал отключать, извините. Вот. Вот. И если перенаправить вывод в файлик... Error давайте его назовем. То можно... Так, подождите. А, у меня нету аргумента, да. У меня же там все-таки цикл. Если он исполняется ноль раз, то я сюда не захожу. Вот. У меня случился stack overflow error. Много-много раз в третьей строчке вызвал одно и то же. Как-то неинтересный способ выстрелить себе в файл. Ну, подождите, вы просили простой способ. Простой способ не может быть интересным. Еще вопросов? Можно ли пересчитать несколько... Это зависит от того, насколько они логически связаны. То есть вопросы про пустые строчки, они внезапно не столь тривиальны, как может показаться на первый взгляд. Вот. Но понятно, что на первых практиках у вас за неправильно расставленные пустые строчки точно никто банить не будет. Тем не менее, пожалуйста, пустые строчки между методами оставляйте. Да. На методах, на классах. По необходимости. Вот. При этом у вас в коде не должно быть дублирования. То есть если вы хотите скопировать один кусок несколько раз, не делайте так, все равно заверну. Так. Окей. Давайте я что-нибудь сейчас покажу. Айдь. Вот. Благо у нас завершение процесса. А, о, отлично. Так, значит, те, кто уже открывали ссылку в чате, видели эту страницу. Это страница нашего курса введения в программирование. Что есть? Если к соответствующей лекции есть слайды, то ссылка на них в одноименной колонке. Вот. Примеры того, что мы обсуждали на лекции обычно, есть соответствующий zip-файл. И у вас бывают домашние задания. Вот. В этот раз у вас два домашних задания. Первое домашнее задание на сегодня. Напоминаю, что я специально писал в чат несколько дней назад, что вам нужно установить себе 11-ю Java. Вот. И сегодня вам в рамках домашнего задания требуется продемонстрировать того, что вы можете скомпилировать и запустить программу на Java. Потому что очевидно, что если вы не сможете сделать этого, то делать домашнее задание будет весьма и весьма затруднительно. Вот. Настоящее домашнее задание на следующую неделю – это сумма чисел. Что здесь происходит? Вам нужно разработать класс с именем sum. Вы его запускаете из командной строки, благо с аргументами командной строки работать мы научились. Вот. И она, как следует из названия, просто выводит сумму чисел на консоль. При этом у вас либо могут быть по одному числу в каждом аргументе. То есть здесь три аргумента. Один, два и три. Сумма, очевидно, шесть. Вот. Бывают отрицательные аргументы. Здесь сумма ноль. Также вам может быть передана одна или несколько строчек, включающих пробельные символы. В таком случае по пробельным символам нужно разбить. То есть здесь вам опять же передали числа один, два и три с суммой три. Вот. Могут быть пробелы в начале строчек, в конце строчек и так далее. Если вам не передали ничего, то сумма ничего традиционно равна нулю. Вот. Сразу же возникает вопрос. Возможно, вам точно захочется использовать методы, про которые я не рассказал. Вам нужно о них как-то узнавать. Есть стандартная библиотека. И ссылки на нее, в частности, в четвертом пункте домашнего задания. Вот. Вы можете открыть ссылку на класс string, увидеть, сколько он всего может. Много, 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 много всякого разного. Обычно, если здесь поискать по тому, как вы думаете это называется, вы довольно быстро найдете то, что вам надо. Также вам придется воспользоваться классом integer. Это обертка над примитивными нтами. Ну, потому что вам как-то нужно будет преобразовывать строчку 123 в число 123. Подсказка. В классе integer есть соответствующий метод. Пожалуйста, не пишите его руками. Прочитайте документацию, найдите его и используйте. То есть парсить руками не надо? Нет, не надо парсить руками. Зато руками нужно разбивать на пробельные символы. Что такое пробельные символы? Здесь вот четкая ссылка на класс character, который мы с вами уже использовали. Который есть из space? Тут есть из white space. Из space тоже есть, но это другие пробелы. Поэтому тут ссылка на конкретные пробелы, которые вам нужны. Вот. Также вы здесь в поле поиска можете взять какой-нибудь другой класс, которым вам кажется, что вам будет полезен. Например, мы сегодня использовали system. Если оно сейчас перестанет тормозить, нет, не перестанет. А вот system, то вы можете, соответственно, открыть документацию на него и так далее. Вопросы по домашнему заданию? Извините, я не слышу. Нечетное количество чего? Смотрите, с точки зрения того, что получает ваша программа, во входе кавычек нет. Кавычки это способ сгруппировать аргументы в вашем шилле. Вопрос по столовой заданию, если что, где на входе дается кислое количество кавычек. Еще раз. Это кавычки вашего шила. Ваш код кавычки не получит. Слава богу, вот так, как здесь написано, это является переносимым способом, который работает во всех распространенных шиллах. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете подойти лично и задать. А как попасть в чат?